В Подмосковье реальные дела и положительные инициативы всегда находят отклик у власти. Яркий пример этому – ежегодная премия губернатора «Наша Подмосковья». В этом году правила участия и подведения ее итогов изменились, а вот желающих участвовать меньше не стало. За несколько дней до начала следующего тура жителям Московской области рассказали об особенностях этого года. Так как самих премий стало меньше, то и отбор победителей ужесточился. Сначала проект будет проходить слушание, ну что называется, или общественный, или такой предварительный фильтр, когда люди будут приходить в своих муниципалитетах рассказывать. И я буду принимать участие в том числе в таких встречах, то есть буду приезжать, смотреть, слушать эти все презентации. И на этом этапе это такой некий грубый фильтр. То есть проект мы смотрим, ну действительно имело какая-то значимость, действительно это полезный проект, это не фейковый проект, это действительно представил его автор этого проекта. И идет проект дальше. И вот дальше за этот проект уже начинают голосовать члены совета. То есть за каждый проект минимум должны проголосовать три члена совета, чтобы убрать именно вот эту субъективность. В 2017 году проекты подаются в категории в зависимости от количества участников, вовлеченных в его реализацию. Это сделано для того, чтобы проекты соревновались в своих весовых категориях. Но все-таки пока необходимая масштабность не достигнута. Для этого и запущены роуд-шоу. Каждый победитель рассказывает о том, что он получил денежные средства. Небольшой группе своих знакомых, те люди узнают об этом. И уже в последующем также регистрируются на сайте и подают свои благие дела, которые они делают. Но также хочу сказать, что очень многие немножко заблуждаются, немножко не понимают, может быть, формат премии. Они делают, как они считают, небольшое дело. И считают, что оно не такое значительное, как, может быть, те проекты, которые они смотрят уже зарегистрированы на сайте. Но это совершенно не так. Потому что каждый человек, пусть маленьким своим добрым делом, но вносит вклад в развитие нашего Подмосковья. В приемную под открытым небом возле Дворца культуры Яуза в этот день пришло более 200 человек. Максим Харитонов с друзьями в преддверии подачи заявки на участие также решил узнать о нюансах. Сейчас активно набирает оборот среди молодежи именно велоспорт. И хотелось бы, чтобы мытищи стали, наверное, первопроходцем среди всего московского региона. К чему мы будем стремиться, в принципе. И надеемся, что администрация, мытищинский район нам будет содействовать в этом плане. И надеетесь на премию, да? Мы будем подаваться и будем надеяться на то, что выиграем премию, чтобы развиваться дальше. Кстати, примкнуть к инициативной группе, участвующей в конкурсе, можно до 9 июля. Затем начнется презентация проектов. Церемония награждения состоится в ноябре. Анна Рыченкова, Сергей Берзин, Денис Корнев. Информационная программа «День». Продолжение следует...